Приветствую вас. Во-первых, надо сказать, что психолог не будет давать вам советов. Вот, потому что, ну, все-таки мы специалисты, специалисты в данном случае не будут нарушать этику, да, вот. Значит, ну, профессиональную этику не будут нарушать и, в общем-то, будут скорее работать непосредственно с тем, что есть, да, да, то есть именно вот с вами, с вашими чувствами. Вот. То есть это очень важный момент, это первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, потому что это важно, да. То есть совет вам, вот именно совет вам дать возможность, возможно, мне представляется. Вот. Это первое. Второе. Второе. Второй момент. Второй момент заключается в том, что, собственно, я не увидел того, с чем вам можно дать совет. Т.е. по факту, по сути, вы просто задаете, вы не задаете вопрос, а тот вопрос, который вы задаете, он просто звучит, звучит как некая абстракция. И всё. Понимаете? Какая история. Т.е. мне кажется, что вот именно в том, вот в том виде, в котором вы задали свой вопрос, да, в том виде, в каком вы написали свой вопрос, вам нет возможности что-либо ответить, потому что вы спрашиваете, все ли люди встречают свою любовь. Ну, очевидно, что нет, очевидно, что не все люди встречают твою любовь, хотя бы потому, что у вас вот до сих пор этого не произошло. Другое дело, что такое любовь и что для этого нужно, и какие условия нужны для того, чтобы, допустим, полюбить. Вот этот момент, на мой взгляд, довольно важен и интересен. И здесь мне кажется, что ответ кроется именно в том, вот именно ответ кроется в том, что вы пытаетесь, как вы говорите, быть лучшей версией себя. Вот мне кажется, что ответ, он лежит здесь. Т.е. что такое лучшая версия себя? Это означает, что по факту вы себя, такой, какая вы есть, очевидно, не принимаете. Вы не готовы принять себя, вот, такой, как ILE. И когда вы описывали, допустим, вот, собственно, ну, к примеру, то, чем вы занимаетесь, да, чем вы занимаетесь, что вы делаете, например. Вот. Меня не покидало вот это ощущение, что это все делать как-то, знаете, как-то вот, может, ну, не знаю, может быть, через силу, как-то. Вот такое у меня ощущение, если честно возникло, вот. Я не претендую на истину, на самом деле, ни в коем случае, вот, но мне видится история именно вот такой. Так я ее вижу здесь и сейчас, сейчас, вот. Вы говорите, что раньше, раньше у вас были очень сильные чувства к, ну, к мужчинам, да. Вы говорите, что раньше у вас были очень сильные эмоции к мужчинам, что вы выделяли мужчин и так далее, а сейчас это вдруг прошло. Сейчас это вдруг, вот, пропало. И вы знаете, опять же, если вы сильно выделяли мужчин, а потом это пропало, то, возможно, речь идет о том, что имела место быть идеализация. Идеализация. Имела место быть идеализация. А теперь идеализации уже, идеализации нет. То есть, вот, ну, просто ее нет. Идеализации больше. И вместо идеализации началась теперь де-идеализация. Такое вот тоже бывает, к сожалению. Вот. И, собственно, из-за этого у вас идет оторжение, из-за этого вы по факту, вот по факту вы не хотите, либо не хотите, либо боитесь вступать с кем-то в отношениях. Ну, боитесь, шу-шу. Вот. Я, конечно, в этом не уверен, что это так, но, тем не менее, думаю, что я ненамного здесь ошибаюсь. Вот. И, соответственно, соответственно, этот момент нужно исследовать, именно этот момент его нужно исследовать. То есть, что для вас, чем для вас были и остаются, да, машины. Вот. Второе. Насколько вы принимаете себя такой, какая вы есть, опять же. Это очень важный момент. В том числе, если вы принимаете себя полностью, включая все свои, все свои слабости, все свои, там, негативные моменты, все свои переживания какие-то, да. Если вы все это в себе принимаете, то это одно, и это здорово и замечательно, если вы все это в себе принимаете. Но если нет, если вы себя где-то зажимаете, если вы где-то не позволяете себе быть свободной, допустим, и так далее, то в таком случае вы полюбить на самом деле не сможете. Потому что ресурсы, у вас не будет для этого ресурс необходимого. Вот. То, что вы пытаетесь заработать денег, то, что вы развиваетесь, это хорошо. Это хорошо и здорово. Вопрос заключается в том, насколько это свободный выбор. То есть не является ли это просто вымешением, например, невозможностью создать семью и так далее. Вот. Итак. Вы говорите, что за 19 лет у меня не было ничего серьезного. Ну, тут хочется сразу спросить, а что вы понимаете под серьезностью тогда? Ну, вообще, как вы, как, как, как вами понимается серьезно? Хочется спросить. Потому что, ну, это, это важный на самом, на самом деле, аспект. Дальше, так, испытывалось чувство влюбленности в человека, но дальше ничего как-то не выходило. Ну, опять же, чувства влюбленности бывают разными. И очень здорово было бы, если бы вы подробнее проанализировали, возможно, даже с психологом подробнее проанализировали бы, что именно дальше не заходило. То есть, в чем проблема была. Дальше. В данный момент я не ощущаю никаких сильных чувств кому-либо. Это для меня новый вид. Раньше я испытывал очень сильные чувства какому-то парну выделял и всех этого человека. Нужно здесь обязательно обратить внимание на то, в каком контексте, в каком контексте вы его выделяли. То есть, это очень важный, на самом деле, момент. Как вы выделяете человека? Выделяете ли вы его, например, в контексте своих желаний, в контексте своих потребностей? Или выделяете ли вы его в контексте того, что хотите ему дать? То есть, видите, тут разные есть контексты. Так. Было какое-то волнение. Препетно. Естественно. Особо взаимного ничего не было. И все сложилось так, что я одинок. А почему естественно, что взаимного ничего не было? То есть, для вас сильные чувства, для вас сильные чувства означают невзаимность. Если я, вот, ну, если я правильно сейчас понимаю этот момент, то есть, почему вы говорите естественно. Да? То есть, вы не подумайте, я сейчас не придираюсь к вам, да, или нет какой-то такой цели к вам придраться. Вот. Речь идет именно о том, чтобы понять, чтобы понять вас, чтобы понять, ну, чтобы понять ваши эмоции. Вот. Ваши переживания и чувства. Вот. Мне кажется, это важный момент. Так. Все сложилось так, что я одиноко. Ну, опять же, да. Здесь, на мой взгляд, очень важно понять, что вы понимаете под одиночеством. Вообще. То есть, одиночество для вас это что такое? Вы говорите, что рядом со мной есть друзья, близкие, родные, но это не то. То есть, получается, что вы нуждаетесь в чем-то конкретном. В чем-то конкретном, что, по вашему мнению, и есть любовь. Ну, вот. Было бы очень неплохо с этим разобраться. Что вы, опять же, имеете в виду здесь. Ну, вот в данном случае. Так. Иногда просто задумываешься, что иногда, когда может быть такое, что я для какого человека, что это значит, что я тоже особенный. Ну, вот здесь вырисовывается более очевидно то, что вас беспокоит. Беспокоит вас то, что вы не чувствуете себя особенной. Вот. Для этого вам нужен другой человек. И вот, соответственно, тут вот и момент. Тут и момент возникает. То, что вы себя особенной не ощущаете без человека. И, собственно, нужно выяснить, почему вы не ощущаете себя особенной. Ведь, если вы, например, принимаете себя полностью такой, какая вы есть, то вы априори становитесь особенной. Вот именно, просто априори. Если же вы сомневаетесь в том, что вы особенной, ну, или не чувствуете себя таковой, что вы особенной, то здесь очень важен этот вот момент, почему. Очень важен этот момент, почему. Почему вы себя не чувствуете особенной. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это важно. Вот. Значит, так. Дальше. Дальше. Так. Нагады раз это было иллюзией, думала, что важна. Опять же, да, то есть, вы свою важность пытаетесь протиснуть у другого человека. Вот сейчас я все свои силы вкладываю в себя, пытаюсь развиваться, зарабатываю денег, воспитываю в стойку личности, что это полезно для себя. Ну, тут нужно именно понять, насколько все это, насколько это все соответствует вашим желаниям и чувствам. То есть, делаете ли вы что-то в соответствии с чувствами или делаете что-то, потому что надо. Так. Ну, эти мысли о замузестве, каково быть женой, любить мужа вообще, как можно так сильно полюбить человека. Ну, эти мысли. Сильно можно полюбить человека только в том случае, если вы любите себя, если вы готовы что-то отдавать. Мне же возникло ощущение, что любовь для вас это не отдача, а в основном получение. Вот. Ну, а чтобы быть женой, это, соответственно, тут проблема с ответственностью. То есть, у вас как бы гнетет вот та ответственность, которая, вероятно, на вас давит. Ага. Так. Мне очень кажется, что такого ничего не произойдет, плюс, чтобы это было все взаимно. Ну, опять же, очень важно, на каких основаниях вы устраиваете отношения. То есть, что у вас общего с людьми. Вы пытаетесь не загонять себя всеми этими мыслями, а почему бы вы могли бы себя загонять всеми этими мыслями? В результате чего? Какие желания стоят за этим? Какие мысли? А радость жизни всегда открыта для общения, пытаясь быть лучше всего из себя. Вот. Это значит не быть собой. Иногда задаешься вопросом, я уже не настолько плоха, почему у меня нет опыта серьезных отношений? Видите? У вас связь. Я плохая, у меня нет опыта серьезных отношений. Что такое серьезные отношения, и что такое я плоха? Давайте начнем с этого. У меня понятие любви очень загранное. Что это значит? И со всем этим кажется, что такого не произойдет. Ну, в любом случае, вы идеализируете опять. У идеализации есть основания в виде желаний. Вот с желаниями нужно более плотно вашими познакомиться. С каждым днем это отдаляется. Кажется, что такого не произойдет. Каждым днем это отдаляется. Для меня понятие. Не очень понятно. Не очень. Я понял, что вы имеете ввиду здесь. Я озабочен другими мыслями, где брать деньги и в какой лучше сфере развиваться. Считаю, что саморазвитие себя отвлекает. Тоже не очень понял, кто кого отвлекает. Вот. Но по поводу того, что в какой сфере развиваться лучше, да, определяет именно вы. Сейчас ваши чувства. И в сверху можно развиваться в самых разных сферах. И вот в зависимости от того, насколько от души вы делаете то, что делаете. Именно от души. Я полагаю это и определить будущее ваше отношение. Чем больше вы будете ориентированы не на кого-то, а вместе с кем-то на что-то, тем больше у вас шансов построить те самые отношения, которые вы хотите. Вот. Как я уже сказал, не очень понятно, в чем именно совет вы хотите услышать и, как бы, ну, к тем ли людям вы обратились за советом. То есть, как бы, психологи советов не дают. Вот. Мы можем поработать с вами, можем раскрыть ваши проблемы. Лучше вы будете себя понимать, лучше будете себя чувствовать, соответственно. Раскроем какие ваши проблемы и так далее. Все это можно сделать. Ну, дальше уже все пойдет по накатанным. Дальше все пойдет само собой. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Эмид. Идем. Эмид!